Продолжение следует... Об этом сегодня говорили на совещании президента. Несмотря на небольшой размер Приднестровья и относительно небольшую численность населения, его надо прокормить. И, конечно же, очень желательно, чтобы наши граждане ели свои отечественные, скажем так, продукты питания. Ну, во всяком случае, чтобы мы полностью закрыли потребности наших бюджетных организаций, организаций дошкольного, школьного питания, специальных министерств и ведомств, ну и так далее, интернатов в том числе. Урожай овощей тоже собрали. К примеру, картофеля 5,5 тысяч тонн. А почти все молоко на прилавках местное. В дойных стадах выращивают больше коров. Хватает нам и мяса. Наши перерабатывающие мощности, в принципе, загружены полностью. И внутренний спрос у нас обеспечен также на 100%. Имеются соответствующие запасы. Что касаемо круп, овощей и так далее, они формируются у нас на период от двух до трех месяцев. И они постоянно как бы обновляются. Сейчас собирают урожай кукурузы. Мы понимаем, какая была у нас весна для посева. Были соответствующим образом сдвинуты сроки посева. Поэтому сейчас еще идет уборка. И в основном эта уборка ведется на поливных площадях. Там, где, в принципе, еще процесс созревания продолжается. Но страшного ничего мы в этом не видим. В любом случае, потому что это в основном поливные площади. И что касается урожайности по кукурузе в целом по республике, да, оно на сегодняшний день составляет порядка 4 тонн. В принципе, это все связано с такими засушенными условиями. Но, тем не менее, благодаря регуляции мы вообще, в принципе, сегодня имеем кукурузу на зерно. Это важно отметить. В этом году на поля подали порядка 50 миллионов кубов воды. Сейчас с поливом больше 33 тысяч гектаров земли. А будет еще больше. В планах поливать до 40 тысяч гектаров полей. Тариф на воду для полива не изменят. Как и раньше, аграрии будут платить рубль с 10 за куб воды. По большому счету, стимулирует не только, скажем так, полив. Стимулирует дальнейшее расширение миллиарации. Как мы знаем математику, из математики все очень просто. Чем больше миллиарации, тем, по большому счету, уменьшится цена на полив. Исходя из объема полученных денежных средств. Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем развитии миллиаративного комплекса. И та цифра, которая ставилась мной как президентом, это 40 тысяч урожаемых земель. По большому счету, абсолютно посильно. Двигатели, насосы, трубы для растительных систем производит электромаш. Те направления, которые было выбрано и правительством, поддержанным и Верховным Советом, и, конечно же, президентом. В плане организации льготных кредитов, длинных и льготных для сельхозпроизводителя, дотации по нетелям, дотации по молочному производству. Все должно быть сохранено. Поддерживать аграриев будут и в следующем году. Продолжат выдавать льготные кредиты, субсидии. Субтитры создавал DimaTorzok